Доступ кислорода обитателям водоемов. Сотрудники рыбной инспекции вместе со студентами-экологами прорубили лунки на замороопасном участке. Подобное мероприятие проводится ежегодно на реке Саздэ, где из-за небольшой глубины и толстого слоя льда мало кислорода. Кроме того, гниющие растения приводят к увеличению скопления углекислого газа. Отметим, в одной из крупнейших водных артерий областного центра в основном водятся карповые породы рыб. Урение лунок для сотрудников рыбной инспекции – процесс нужный и важный. Причина в том, что глубина реки Саздэ на участке неподалеку от одноименного водохранилища составляет примерно от полутора метров и выше, а толщина льда уже сейчас 70 сантиметров. В этой связи обитателям водоема, где преимущественно водятся карпы, караси и платва, не хватает кислорода. В ходе мероприятия нами были пробурены лунки для поступления кислорода в воду, так как уровень кислорода в данном участке реки является недостаточным для надлежащей зимовки рыбы. Ежегодно в ходе мониторинга мы проводим мероприятия по выявлению замороопасных участков на территории Актюбинской области. На данный момент замороопасным участком является именно этот участок. Замороопасным по нескольким причинам. Во-первых, низкий уровень воды. Во-вторых, отмирающая растительность в зимний период. Находясь на дне, у него происходит процесс гниения и выделения углекислого газа. И в ходе этого снижается уровень кислорода. К слову, тот сам уровень кислорода проверяется с помощью такого прибора, оксиметра, который опускается в пробуренную лунку. Также специалисты применяли специально механизированные буры. Отметим, что инспекторам помогали и студенты университета имени Жубанова, будущие экологи. Такие противозаморные мероприятия являются для нас практическими. Помогаем бурить лунки, в которым укладом камыш. Это делается для поступления кислорода в воду. Мы будущие экологи, и нам важно уже сейчас вносить свой вклад в сохранение биологического многообразия. Охранять природу родного края. Сегодня у нас, студентов-торокурсников, пришла сюда целая группа. И мы намерены ежегодно участвовать в таких мероприятиях на замороопасных участках. К слову, этот участок на реке Созды является одним из самых замороопасных в регионе. Отметим, что всего по области насчитывается 126 рыбохозяйственных водоема. Основными обитателями реки и озер являются карповые породы рыб. Кроме того, на искусственных водоемах в Каргалинском районе разводят лососей.